ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Павел Панков. Подлесных на тройном блоке. Полетаев в руле связующего. Яковлев подстраховал. Еще одна атака Полетаева. И пока что прицел не настроен. Но команда из Санкт-Петербурга ошибается вслед за Мэтью Андерсоном и Виктор Полетаев. Атакуя из второй зоны. За боковой мяч приземлился. Это хорошо было видно, я думаю, вам и во время игры, и на повторе. Цветан Соколов. Самый результативный игрок Динамо. По результатам регулярки и плей-офф на подаче. Полетаев скидывает за блок. Там Панков вновь подстраховывает. Тройной блок. И он работает. 2-3. Напомню, что в прошлом году тоже встречались эти команды в полуфинале. Тогда в формате финала шести был всего один матч. И в этом матче москвичи оказались сильнее. Выиграли 3-1. Вышли в финал. А там обыграли новосибирский локомотив. Как мы помним, мы подтвердили свой статус чемпиона страны. Федор Воронков. Один из лучших подающих Питера. Выполнил подачу подлесных на приеме Сокола. 4-2. Напомню, что уже послезавтра, 17 апреля, второй матч этой серии. Но затем из Москвы команды переедут в Санкт-Петербург. Недоволен Иван Яковлев. Его можно понять. Чуть-чуть не хватило капитана Питера, чтобы оставить этот мяч в игре. И отблокировать его на половину Динамо подлесных. Андерсон на приеме. Вновь через Полетаева. И тройным блоком закрывают Виктора. Пока что Динамо очень здорово выглядит. На сетке 5-2. Виктор Полетаев восстановившийся от травмы. И очень здорово сыгравший как раз таки 11 апреля в матче с Динамо в Цемилинградской области. Сейчас пока что не может. Ну не то что не может. Пока еще не подобрал ключей к обороне Динамо. Используя этот штаб. Еще одна отличная подача Ярослава подлесных. Но не зря же он один из лучших подающих. У них с Павлом Панковым по 61-му эйсу. А здесь не разобрались игроки Динамо. Вроде бы Лауре Керменин здорово сыграл в защите. Но затем здесь Панков непонятно кому было переводить. Светану Соколову или Илье Власову. Они тоже не разобрались. И третье очко подарили Зениту. 3-5. Яковлев. Семышев на приеме. И вот первый атак Антона Семышева. Мяч улетает туда к тренером-аналитикам. И на фанатский сектор московского Динамо. 6-3. Соколову. Двухратное преимущество Динамо. Но это только старт первой партии. Напомню, что в этом сезоне меньше 4-х партий команды не играли в регулярном сезоне. Посмотрим, сколько сыграют сегодня. Илья Власов на подаче. Продолжает прибывать к зрителям на трибуны волейбольной арены Динамо. Хорошая подача. Вообще, конечно, это главный козырь московского Динамо. Их мощная подача. Практически вся шестерка великолепная. Этот элемент выполняет. Но сейчас Женя Гребенников сыграл на приеме. А затем «Зенит» четвертый очко направо. Игорь Кобзарь. По-прежнему, видите, лангетка на левой руке. Героически отыграл матч с «Динамо ЛО». Связующий «Зенита». Я не стал говорить и акцентировать на этом внимание. Сейчас ошибается Игорь. На то, что травмирован Дмитрий Ковалев. То, что остался «Зенит» без основных связующих. Момент перед игрой с «Динамо ЛО». Но вышел Игорь Кобзарь. Отыграл весь матч. И отыграл его великолепно. Теперь уже другой связующий подает. Павел Павков. Принимает Андерсон. Полетаева вновь закрывают. Но это блокал. 5-7. 2 очка. Преимущество «Динамо» по-прежнему. Но, кстати, и Кирилл Чекмизов, который появлялся в матче с «Динамо ЛО», очень здорово сыграл в одном эпизоде. Даже набрал очко в атаке. Очень смело 17-летний волейболист действовал. Сегодня и он, и Максим Шульгин здесь. Сразу три связующих имеет в своем активе Виктор Сидельников. Но если учитывать, что он сам связующий, то даже четыре связующих у «Зенита». Блокирующих чуть поменьше, но они свою работу выполняют в данном эпизоде идеально. Максим Космин закрывает атаку Цветана Соколова и сокращает отставание «Зенита» до минимума. 6-7. Мэтью Андерсон – лучший подающий команды из Санкт-Петербурга. 38 месяцев у него до этой встречи было в активе, если брать ей регулярные сезоны три матча с «Динамо ЛО». Но сейчас ошибается Мэтт. Антон Семышев будет подавать. 8-6 в первом сете через трос. Андерсон вновь принимает. Пока что чаще остальных принимает. Мэтью Андерсон, как элегантно здесь Федор Воронков скинул. Разглядел то, что не успеет. Не дотянется Павел Панков. До этой скидки. И седьмое очко Питера набрал в первой партии Федор Воронков. Егор Клюка в составе, но сейчас находится вместе с остальными запасными в квадрате. Пока что бережет ее Виктор Сидельников. Значит, не до конца еще восстановился Егор. Но здесь какой-то сумасшедший мяч вытащили москвичи и преобразовали его в девятое набранное очко в первом сете. Я думаю, сейчас обязательно увидим повтор. Павел Панков заряжает товарищей по команде. Выбитый прием, но Максим Космин разобрался. Нехитро, но, как известно, все гениальное просто. Вот эта скидка тоже гениальной ее не назовешь, но результативная. А это самое главное. Космин. И это эйс Максима Космина. Не успел Женя Гребенников. Вот он, первый эйс. Динамо и первый эйс в этом матче. 10-7. Динамо, конечно же, идет защищать свой титул и может стать так называемой командой династии. Напомню, так называют командой во многих видах спорта, которые выигрывают три чемпионата и более подряд. Заскоп у Максима Космина при подаче. 8-10. Динамо выиграл в прошлом году, в позапрошлом и уже дошел до полуфинала в этом сезоне. Но, правда, очень здорово, что лично мне, это мое мнение, больше понравил формат серий, как играют в Национальной баскетбольной ассоциации, в Национальной хоккейной лиге, когда надо выиграть не одну игру вот здесь, в моменте, на которой может множество факторов играть. Это и удача, и состояние здоровья. И проснулся, кто-то выспался, кто-то не выспался. А вот именно до трех побед, тут уж точно не поспоришь, если особенно команда выиграет 3-0 в серии. В ее преимуществе в классе. Цветан Соколов делает счет 11-8. Пока я размышлял над тем, как же лучше, с моей точки зрения, серия или одна игра на вылет. И хорошую подачу за этим Цветан выполняет Воронков на тройном блоке поверх блока, но там Семышев. И 12-8. Плюс 4 у Динамо впервые в этом матче. Виктор Владимирович Сидельников пока что спокойно прохаживается вдоль боковой линии, но таймаут жмет. Да, все-таки нажимает Серджи Бузаток кнопку. Не сразу ее расслышал Александр Ревцов. Второй арбитр встречи. В таком шуме трибун. Первый таймаут в этом матче. Все ты можешь, все, спасибо. О, Динамо, скоро станешь чемпионом. О, Динамо. Сколько я работаю на волейбольной арене Динамо. И вот всегда здесь очень сложно расслышать таймауты, динамика набора очков на ваших экранах. Потому что шум стоит, ну особенно на играх плей-офф на полуфинале в субботний день. Шум стоит невыносимый. Ну, главное, чтобы игроки «Зенита» расслышали Виктора Сидельникова. Посмотрим. Но после таймаута выполняет подачу Цветан Соколов. И ошибается. Ну, значит, как минимум, задача таймаута минимальная выполнена. Прицел подающему сбит. 9-12. Федор Воронков. 36 эйсов у Федора. В этом сезоне уже имеется. Входит в 20-ку лучших подающих. Париж Суперлиги. Посмотрим, что будет сейчас. Ярослава Подлесных литит мяч. Подлесных принимает. Ребенников грамотно выбрал позицию, но очень мощно атаковал Антон Семышев. И оставить такой мяч в игре даже олимпийскому чемпиону не под силу было. 13-9. И Ярослав Подлесных на подачу. Как я говорил, 61 эйс у Ярослава Подлесных. И по количеству в среднем за партию он абсолютный лидер. У Павла Панкова тоже 61 подача на вылет. Но он на три партии больше сыграл, чем Ярослав Подлесных. Ну что, смотрите. Уже плюс 5. 14-9. Может быть, более свежие. Игроки Динамо, что логично, они играли 8 апреля последнюю игру. И в Москве готовились без перелетов, без переездов. Питер играл 4 дня назад и потом добирался еще до Москвы, заселялся в гостиницу и прочее, и прочее. Но сейчас ошибается Ярослав Подлесных. Десятое очко набирает «Зенит». 10-14. Факторов много, но все-таки в обеих командах настоящие профессионалы. Я думаю, что таких атлетов отдых, пусть и короткий, но все же помогает восстановиться. Иван Яковлев заступает капитан «Зенита». Видите, сейчас тоже пока что не вошли еще в игру. Ни те, ни другие. Сначала ошибся Максим Космин. Сначала прошу обещания Максим Белогорцев. Два тринадцатых номера. Два Максима. Сначала Максим Белогорцев ошибся. Теперь Иван Яковлев заступ при подаче сверху. 15-10. Илья Власов, как обычно, разбегается от самого бортика. И великолепную подачу выполняет центральный блокирующий «Динамо». Но здесь Федор Воронков. 11-15. Тоже вылетел высоко над сеткой. Доигровщик «Зенита». Ну и здесь уже немножечко запоздал. Выпрыгивал Максим Белогорцев. 11-15. Кобзарь. Многие отмечали, хорошо, что, если так можно выразиться, хорошо, что левая рука неправо травмирована у Игоря. Иначе бы одно из главных орудий «Зенита» – подача Игоря Кобзаря. Когда играл Дмитрий Ковалев, выходил регулярно Игорь Кобзарь на усиление подачи. И вот хорошо, что хотя бы этого оружия не лишился «Зенит». Здорово здесь сыграли блок-аут. Питерцы 12-15. Еще одна подача Игоря Кобзаря. Подвесник принимает. Семышев под блок попал из четвертой зоны, атакуя Соколов. Еще один блок. И Павел Панков в итоге берет по-капитански игру на себя и завершает этот розыгрыш 16-м набранным очком московского «Динамо». Космин не поверил, что будет атаковать Панков. И только Андерсон выстрелил на блок. Этого было мало. Уже на подаче Павел Панков. Андерсон принимает. И сам же Мэтт будет атаковать. Скидывал за блок. Здорово сыграл Космин в защите. Ух, какая передача Ярослава подлесных. И сам же доигровщик «Динамо» здорово сыграл в защите. А Антон Семышев не с первого раза, так со второго отблагодарил. Удивленную вау было на трибунах после передачи Ярослава подлесных. 17-12. Павел Панков продолжит подавать. Есть прием. Мэтью Андерсон. Не было касания блока, показывает Николай Книжников. И преимущество москвичей уже достигает шести очков. В первой партии. 18-12. Второй тайм-аут вынужден брать Виктор Владимирович Сидельников. Отдохнем и мы. Как мы могли заметить, персонально с центральными блокирующими общался Виктор Сидельников. Дозвал к себе Ивана Яковлева и Максима Космина. Как я понимаю, недоволен игрой первым темпом. Главный тренер «Зенита». Ну, посмотрите, за последние сколько розыгрышей всего пять очков набрал «Зенит». Даже не сосчитать. За 15 розыгрышей пять очков набрали питерцы. Укороченная подача Павла Панкова и одиночный блок Максима Белогорцева. 19-12. Прием-съем не удалось организовать гостям. Ну, атаковал первым темпом, как и просил Виктор Сидельников, Максим Космин. Но его тезка Максим Белогорцев закрыл эту атаку блоком. Плюс семь у москвичей. Еще одна мощнейшая подача Павла Панкова. И это есть. Еще раз! 20-12. Павла Панкова! Да, обычно зачастую случалось в регулярном сезоне, что «Динамо», играя против соперника, особенно который, ну, с середины или с нижней части турнира на таблице, долго вкатывался в столичный клуб в матч. Первая партия была такая ни шатка, ни валка. Успросите за такое сравнение. Но вот сегодня сразу, с места в карьер, отправились в атаку москвичи. Антон Семышев продавливает на сетке и уже плюс 9. 21-12. Это знаете, когда сразу уже даже не со второй, а с третьей передачи тронулись. Вот сейчас московская «Динамо». Если у кого-то коробка «Автомат», то спорт режим включила. И еще один эйс Павла Панкова. На этот раз чистый и без шансов. 22-12, друзья. Ну, не знаю, вряд ли кто-то такого ожидал. Да, говорили, что «Динамо» фаворит, играет дома. Лучше смотрелся в сезоне, больше отдыхал, но плюс 10. Надо собраться Питеру. Ошибается Панков. 13-е очко дарит. И эта расстановка, наконец-таки, пройдена для клуба «С берегов Невы». 13-22. Флаги развиваются над сектором болельщиков «Зенита». Я думаю, вы их еще увидите. Сейчас как раз от них идет съемка. Смотрим мы за подачей Мэтью Андерсона. 13-22. Через трос. Лаури Керменен на приеме. Первый темп. И 23-е очко «Динамо» в исполнении Максима Белогорцева. 23-13. А зрители продолжают пребывать на трибуны волейбольной арены. И вот так процентов на 90 она уже заполнена. «Семышев». И вновь Андерсон на приеме. Чаще остальных сегодня принимает Мэть. Федор Воронков. 14-23. Блокаут сыграл доигровщик «Зенита». Космин отправится на подачу. «Динамо! Динамо! Динамо!» Принимает «Семышев». И еще один первый темп. Вот о чем наверняка говорил Виктор Сидельников. О том, что «Динамо». Причем даже Илья Власов еще не атаковал. Как говорят его товарищи по команде, фирменно с четвертого этажа. 3.80 в среднем высота съема у Ильи Власова. Но сегодня Максим Белогорцев играет чаще первым темпом. И сейчас он уже на подаче 10 сетболов у «Динамо». 24-14. Первый сетбол сгорает после ошибки на подаче. 15-24. И полетаем. Пора уже включаться Виктору. Все мы знаем, насколько грозное оружие его подачи. Если Виктор прицелится, приноровится и начнет выполнять в своем фирменном стиле этот элемент. Но вот сейчас уже что-то близкое, что-то рядом. Выбит и прием подлесных. Закрывают Ярослава тройным блоком. Еще одна атака. Не получается фирменная скидка. И третий раз Ярослав подлесных атакует. Гребенник в защите. Добежит Политаев. И даже выведет в атаку Воронкова. Отыгрался от блока Федор. А вот теперь уже мощно атаковал по рукам и не попал. Со счетом 25-15 завершается первая партия. Неожиданно, прямо скажем, плюс 10 преимущество «Динамо». И всего лишь за 21 минуту «Москвичи» повели в счете 1-0. Абсолютно незаметен пока Иван Яковлев. Абсолютно не работает пока что подача у «Зенита». Ни одного эйса. Надо что-то менять сейчас Виктору Сидельникову. Я думаю, что под силу «Зениту» проснуться и вернуться в игру. Даже после такой неудачной первой партии. Напомню, что продолжается первый матч полуфинала. Мужской волейбольной паре Суперлиги. Вот хотя бы для этих болельщиков, которые примчались, не знаю, на Сапсане, на самолете, на Невском экспрессе, на машине, сюда, в Москву, эту субботу. Надо сейчас Питеру постараться зацепиться за четвертую партию посредством того, что выиграть вторую или третью. Три эйса, получается, у «Москвичей». Если я ничего не путаю, но, думаю, мы статистику еще увидим. Здорово, как многие эксперты и прогнозировали, «Динамат» за счет подачи отодвинул «Зенит» от сетки. Выбитые приемы сложно принимать даже таким мастерам, как Мэтью Андерсон и Жене Гребенников. Чаще всего в них подают сегодня. Павел Панков и компания. Вот она и статистика. Спасибо моим коллегам. Да, три эйса у «Динамо», ни одного у «Зенита». И 2-2 по блокам, 7-7 по ошибкам. Но, посмотрите, более чем двукратное преимущество хозяев площадки в атаке. Вот, наверное, они, основные компоненты. За счет подачи отодвинули от сетки. Ну, а быстрые, мощные края и диагональ делают свое дело в атаке с передач Павла Панкова. Еще минута у нас до возобновления этого матча. Вы видите, как прибывают болельщики и на верхний, и на нижний ярус волейбольной арены «Динамо». 1-0. Пока что, пока что эта поддержка работает. И «Динамо» ведет 1-0. Лауре Кирзин на ваших экранах. Появился сегодня на площадке, хотя многие говорили, да, о конфликте внутри команды. Я не хочу эту тему обсуждать, так как не знаю ее. Главное, что один из сильнейших Либера помогает сейчас команде. Ну что ж, все готово к началу второй партии. Поменялись команды сторонами площадки. Ждем свисток Николая Книжникова. Статистика Федора Воронкова. 0 эйсов, 4 очка в атаке. А, прошу прощения, 4 очка всего, а 1 очко на блоке. И 3 в атаке. Виктор Полетаев. Готов, заряжен. Полетели во вторую партию. Принял Женя Гребенков. Ох, как идеально попадает Виктор Полетаев. Особенно с комендаторской позиции это было хорошо видно. Выкрутил из второй зоны своей туда, в первую зону соперника. По надблокам. И, в отличие от предыдущей партии, в этом сете Зенит первое очко набирает. В прошлом у Динамо было первое очко. Но Космин будет подавать через трос. И вот начинает трос подводить с Динамо. Здесь он играет за Санкт-Петербург. И первый эйс. Не успел здесь ни Лауре Кермен, ни Ярослав Подлесный. В 2-0. На старте второго сета от Зенита. И тут же ошибается Максим Космин. Ну, гармония соблюдена. Одно очко набрал, одно очко отдал. Другой тринадцатый номер. Другой Максим будет сейчас подавать. Максим Белогорцев. Есть прием у Мэтью Андерсона. Первый темп. Ну вот, наконец-таки первый темп Ивана Яковлева. И вы видите, как рад этому событию Игорь Кобзарь. Получилось. Может быть, даже заработал. 3-1. Может быть, дело в стороне площадки. На этой стороне у всех все получается. Где сейчас Зенит. Спортсмен люди суеверные. Так что есть те, кто верит даже в такие расклады. Выполнил подачу Политаев. Точно в Кермине. На Гребенников в защите. Воронков из четвертой зоны. Отыгрывается от рук блокирующих. И еще одна атака. На этот раз блоккал. 4-1. На старте второго сета. Ну, если говорить про не только личные встречи этого сезона, а вообще про игроков. Напомню, что Павел Панков и Максим Шульгин, который сейчас на замене у Зенита, весной 2018 года вместе составляли пару связующих команды из Санкт-Петербурга, который тогда победил Динамо в полуфинальной серии плей-офф. Но это было пять лет назад. Как здорово подстроился Политаев. И вот, по-моему, потихонечку Виктор начинает входить в игру. Сейчас не совсем удобная передача была, учитывая, что Виктор левша. Но в этой расстановке продолжает он подавать. 5-1. Виктор Виктор скандирует сектор болельщиков Зенита. Еще одна подача Политаева. Выбитый прием под Лесных. Под тройной блок. Но играет блок-аут Ярослав. И это только второе очко Динамо во второй партии. 2-5. С другой стороны, лиха беда начала, как принято говорить. Цветан Соколов, пока мы смотрим повтор, готовится выполнить подачу. Гребенников на приеме. Воронков под тройной блок залез. На что я обратил внимание. Мэтью Андерсон практически не атакует. Он играет на приеме. В защите. Но Кобзарь либо Политаева, либо Воронкова отправляет в атаку. А вот и Мэтью Андерсон. Спасибо коллегам-режиссерам трансляции. И вновь Воронков скидывает за блок панкейк от Цветана Соколова. И Политаев оставляет мяч в игре питерцы. Браво, Виктор Политаев и Игорь Кобзарь. Среагировал, сориентировался. И не зря среагировал и сориентировался. Четыре касания в итоге у Динамо. И это шестое очко Зенита. Давайте еще раз посмотрим. Это уже концовка эпизода. Не спорит Илья Власов. Прекрасно все понимает. 6-3. Федор Воронков будет подавать. А Динамо готовится к приему. Принял Семышев. И сам же Антон завершает эту атаку. Уж не знаю, задумывал ли так доигровщик Динамо. Или просто мяч не дотянулся. И мяч свалился. Срезался. Но получилось очень красиво. А самое главное точно. Во вторую зону, где никого не было у Зенита. 4-6. Ярослав Подлесных выполнит подачу. Гребенников на приеме вновь. Не получился мощный первый темп у Ивана Яковлева. Но это ошибка передачи Яковлева. Такое бывает и у Павла Панкова. Ошибка второй передачи. 7-4. Иван Яковлев на ваших экранах. 7-4. Удается пока что Зениту не подпускать соперника ближе, чем на 2 очка. Ошибается Яковлев. И вновь минус 2. Илья Власов. Посмотрим, чем ответит другой центральный блокирующий. Ну а Константин Неприанский, который обычно успокоен. Сейчас мы видим все-таки волновал, немножечко напряжен. Но это эйс. Показывает даже Виктор Сидельников. Прекрасная подача Ильи Власова. Четвертый эйс московского «Динамо» в этом матче. Давайте в этом еще раз убедимся. Под самую лицевую посылает мяч второй номер «Москвичей». 6-7. И тут же ошибается Власов. По-прежнему плюс 2 у «Зенита». Игорь Кобзарь будет подавать. Принимает Семышев. И сам же атакует Антон. Но вот сегодня у него пока что этот компонент, а именно прием и последующая за ним атака, по-моему, 100%. Результативен Антон Семышев в атаках после собственного приема. 7-8. Панков будет подавать. Кстати, на трибунах уже я заметил Вадима Анатольевича Панкова. Но вот сейчас он так гримасу, недовольствию, наверное, после ошибки сына на подаче изобразил. Федор Воронков на ваших экранах. Мэтью Андерсон под пристальным вниманием. Константин Абрянска выполняет второе из Питера во втором сете. И в отличие от Эйса Космина, это чистая подача на вылет в зону конфликта. Лаури Керменина и Ярослава Подлесных отправил мяч Мэтью Андерсон. 10-7. Керменин на приеме. А здесь Александр Рябцов показывает, что было касание сетки у кого-то из игроков «Зенита». И, судя по всему, так оно и было, потому что никто не стал спорить со вторым арбитром встречи. Давайте посмотрим. Да, Воронков или Космин, по-моему, Воронков коснулся при приземлении. 8-10. Семышев подает, Гребенников принимает. Андерсона заблокировали. Еще одна попытка атаки будет у «Зенита». Полетает в фирменном вот этом прогибе, Виктор. 11-8. Несмотря на двойной блок, как же он кладет, да, вот в этот зазор между антенной и руками блокирующего. Большой мастер Виктор Полетаев. Но есть одна проблема, которую все знают. Виктор подвержен травмам, несчастье для него самого. Но для нашей с вами радости восстановился. Надеюсь и верим мы в это до конца игрок «Зенита». И показывает тот высший пилотаж, за которого его многие любят и уважают. Ошибается здесь «Динамо» в атаке. И впервые четыре очка преимущества у «Зенита» в этом матче. 12-8. Ошибся Ярослав Подлесных. Атакой из четвертой зоны. И замена. Вместо Ярослава Подлесных. Денис Богдан появляется под девятым номером. Меняет до игровщика Константин Брянский. Видимо, недоволен он пока игрой Ярослава Подлесных. Не в приеме, не в атаке. Космин подает. Принимает Богдан. И этот переходящий мяч отдает. Отдает Николай Николаевич Книжников московскому «Динамо». По его мнению, Иван Яковлев захват мяча совершил. Давайте посмотрим. Ну, все на усмотрение арбитра в данном случае. Видели мы и более грубые захваты мяча, которые ошибкой заступ у Белогорцева уже во второй раз в этом матче при подаче не считались. 13-9. Но не стал спорить Иван Яковлев с Николаем Книжниковым. Все-таки арбитр авторитетный, арбитр опытнейший, арбитр международной категории. И ему виднее. Тем более он находился, в отличие от нас с вами, в метре буквально от этой скидки. Виктор Полетаев на подаче. 13-9. Ошибается диагональный «Зенита». 10-13. Цветан Соколов. Соответственно, будет подавать, как вы понимаете, после одного диагонального другой. Воронков просто оказался в нужном месте в нужное время и принял этот мяч. Атаки не получилось. У «Зенита», впрочем, как и у «Динамо». Ошибается Семышев. Не попадает ни по рукам блокирующих, ни в площадку. 14-10. Федор Воронков будет подавать. «Богдан»! «Богдан»! Богдан вновь на приеме. И сразу же атакует Денис. Это его первое очко в этой встрече после выхода на замену. 11-14. Денис Богдан тоже восстанавливался. Первую часть сезона вообще пропустил. Вторую часть выходит на замену. Но, по-моему, уже готов на полную мощность серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Конечно, здесь скамейка у «Динамо» более внушительная, более длинная, как принято говорить, чем у «Зенита». Допустим, вот одного серебряного призера Олимпийских игр может заменить другой. Да, Ярослава подлесных сезона Денис Богдан, а там еще и «Шкулявичус». Там и Лихошерстов, и Евгений Баранов. Не умоляю заслуг запасных Питера, но все-таки, я думаю, не признавать то, что у «Динамо» скамейка глубже. Это значит не быть реалистом. Илья Власов на подаче. 12-15 после успешной атаки. Один эйс у Ильи уже был в этой партии. Как мы помним, будет ли второй. Воронков на приеме. И не попадает? Нет, не попадает. И просит брать челлендж Федор Воронков Виктора Сидельникова. По его мнению, было касание блока. Лично мне с коммендаторской позиции показалось так же, как и Николаю Книжникову, что касания не было. Что Федор от души приложился, и параллельно полу мяч пролетел так до самых трибу. Но сейчас Александр Ревцов, второй арбитр, разберется и уже разобрался, как мы видим. Да, конечно же, было касание блока. Это очко уходит в Питер. И челлендж сохраняется. Оба челленджа сохранены. О, а это Виктор Политаев одиночным блоком закрывает Антона Семышева. Плюс пять для Питера. 17-12. Тайм-аут берет Константин Брянский. Первый тайм-аут «Динамо» в этой встрече. Завершен тайм-аут «Москвичей». Динамика набора очков на ваших экранах. Плюс пять для «Зенита». Прекрасно. Прекрасно. Кобдон сыграл в защите. Соколов давно не было видно Цветана. И здесь его закрывают. Семышев страхует Кобзири отскок от блока. Крепенников доводит на Политаева. Политаев скидывает за блока. А там Керменен. Пошла игра. Соколов. Не было касания блока. И будет сейчас, видимо, еще один челлендж брать Виктор Сидельников. Напредет касание блока. Потому что Мэтт Андерсон считает, что он не касался мяча. Сейчас Игорь Кобзарь подходит к Николаю Книжникову. А Александр Ребцов подходит к монитору и изучает этот игровой эпизод. Игорь Кобзарь! Ну что ж, не было касания блока. Абсолютно прав Мэттью Андерсон. Игорь Кобзарь! Игорь Кобзарь! Игорь Кобзарь! Игорь Кобзарь! Игорь Кобзарь! Игорь Кобзарь в защите играет великолепно. Андерсон, но все-таки попадает в мяч в площадку. 13-18. Павел Панков будет подавать. Минус 5. Для Динамо во втором сете. И сейчас, конечно, важна подача. Одной рукой вот так принимает Мэттью Андерсон. Переходящий мяч в итоге. И Андерсон не оставляет шансов Антону Семышеву. 19-13. Напомню, в первом сете «Зенит» уступил 15-25. Тайм-аутов больше нет у Константина Брянского. Мэттью Андерсон на подачу. Принимает Богдан. Соколов. Локаут. 14-19. Совсем другая игра от «Зенита» во втором сете. Во всех компонентах. Вот, мне кажется, сложно здесь думать, в чем именно прибавили. Во всех. И в атаке первым темпом. И в подаче. И в защите. Семышев на подаче. Гребенников принял. Ландерсон. 20-14. И Тимофей Тихонов выходит для усиления подачи. По традиции меняя Максима Космина. Посмотрим. Тимофей Тихонов. 19 лет исполнилось недавно Тимофею. Хорошая подача. Но справились. Прям здорово. Тихонов играет в защите. Полетаев. Не коснулся сетки. Атака Богдана. И Кобзарь. Тихонов побежал. Ого. Ого. Молодость. Задор. Молодой, горячий. Тимофей Тихонов запрыгнул на трибуну. Но мяч спасти не удалось. Смотрим еще раз за забегом Тимофея Тихонова. Но, конечно, лучше так не делать. Я думаю, ему сейчас Виктор Сидельников скажет. А может быть не сейчас, а после игры. Это очень травмоопасно. И не стоит того вот этот мяч, который пытался спасти Тимофей. Но мы-то его понимаем. Выкладывается на полную. Доигровщик. Зенита. А здесь еще одна замена. И тоже для усиления подачи. Чеслов Свинтицкис появился. Вместо Белогорцева. Виктор Полетар. Ну и вот главное различие, наверное, первой и второй партии. Это то, что в первой партии ничего особо не получалось. То есть у диагонального Зенита. А во второй просто прекрасен. В атаке 17-й номер команды из Санкт-Петербурга. 21-15. И Полетаев уже на подаче. Принял Керменен. Соколов. И это Федор Воронков. Будет врать челлендж. Это Статин Брянский. Ему показалось, что, как и мне, собственно говоря, что мяч, по-моему, от рук Федора Воронкова приземлился. Сам не знает, видите, Федор приземлился на половине Зенита. Александр Ревцов внимательно изучает. Ну, действительно, в отличие от касания блока или от заступа на подачу, достаточно сложный для разбора игровой эпизод. Цветан Соколов тоже смотрит на медиакопу и ждет, что же там увидят судьи. И так, касание антенны, да, пишут. Так что эта очка уходит московскому Дина. К радости трибун. Цветан Соколов будет подавать. Через трос. Есть прием Воронкова. Яковлев первым темпом здорово играет Керменем в защите. И что такое? Двойное касание показывает Николай Книжников. Вновь ошибка второй передачи. 22-16. Воронков. И это из Федора Воронкова. 23-16. Ну что ж, и тайм-аут берет Константин Брянский. По традиции в шуме мало что получается расслышать. Но я думаю, здесь пытается не только зацепиться за вторую партию, что вряд ли получится. Все-таки два очка всего Зиниту осталось набрать. Но бывали и такие случаи. Личная статистика Федора Воронкова на ваших экранах. Семь очков, пять в атаке, один эйс, один блок. А все-таки здесь Константин Брянский уже с прицелом на следующую партию, чтобы боевой дух и моральный дух поднять. Своим подопечным. Боб Дан. Андерсон оставит мяч в игре. Кобзарь. И здесь Андерсон здорово на опыте сыграл. Скоро день рождения, кстати, у Мэта. Ну а здесь Цветан Сакова. После тайм-аута все-таки Динамо организовал съем. Да, 18 апреля. Во вторник Мэтью Андерсону исполнится 36 лет. Но прежде посмотрим и послушаем, постараемся тайм-аут волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Завершен тайм-аут. 17-23, напомню, во второй партии. Вот с такими промежутками, такой вот зазор между нападными очками у москвичей. Во втором сете Питер откровенно сильнее. Но это только вторая партия. Напомню, в этом сезоне, как я уже говорил, меньше четырех партий эти команды не играли. Денис Богдан. Готовится выполнить подачу. Андерсон принимает. И сам же Мэтью будет атаковать по рукам. И семь сетболов у «Зенита». 24-17. Совсем другие эмоции у Ивана Яковлева. Вот и улыбнулся, как он «Зенита». Тем более, он сейчас площадку покидает. Кирилл Урсов под десятым номером выходит для усиления подачи. Ошибается Урсов. Так часто бывает, когда выходит на усиление подачи. Игрок, до этого две партии отсутствовавший. Сложно так сразу вступить в игру. Виктор Сидельников на ваших экранах. И Илья Власов подает. 18-24. Андерсон спокойно принял. Полетаев. Добежит. Да, Павел Панков добегает. Более того, даже умудряется передачу отдать. Павел Панков. Вот это уровень. 19-24. Оставил мяч в игре за антенной. Отсюда будет хорошо, я думаю, видно. Атака Полетаева. Подбежал Панков. Во-первых, не коснулся половины соперника. Мяч за антенной оставил. Браво. Браво. Москвичам. Не хотят они просто так отдавать вторую партию. Еще один прием Мэтью Андерсона. Не самая лучшая доводка. Отыгрывается от блока Мэтт. Страхует Бокдон на лицевой. И 20-е очко. Три сет-гола подряд отыгрывает Динамо. 20-24. Но, как-никак, здесь лучший чемпион страны. Второй тайм-аус вынужден брать за три розыгрыша Виктор Владимирович Сидельник. Подряд оттенки. Три сет-гола. Сидельник. Три сет-гола. Три сет-гола. Мэть. Три сет-гола. Повторяй, не знаю. Повторяй, помогай. Маха. Давай мужчина, эй. Мэть. Мэть. Болельщики «Зенита» Одна из болельщиков «Зенита» была на ваших экранах А мы возвращаемся в концовку второй партии 20-24 И вновь туда же подает Илья Власов Но все-таки здесь ставят точку Правда, будет сейчас смотреть Константин Брянский Мне тоже показалось, честно говоря, на заступ при атаке Александр Ребцов Давайте посмотрим Виктор Политаев атаковал и, по-моему, заступил Лично мне так показалось Поэтому пока что не спешим ставить точку во втором сете Зоркий глаз Константина Владиславовича Брянского Задал задачку Второму судье и инспектору Но, судя по всему, не было заступ при атаке Не могут рассмотреть Вот что Такой момент тоже бывает Непонятно Видите, закрыта нога Политаева И таким образом все-таки вторая партия завершена 25-20 По решению судей «Зенит» возвращается в игру И нас с вами ждут еще как минимум два сета Смотрите, на 9 минут дольше играли И уже 56 минут, если говорить общего времени Прошло с начала матча 25-15, 20-25 «Динамо» «Зенит» 1-1 в первом полуфинале Мужской волейбольной паре Суперлиги Сезона 2022-2023 Ну, а мы с вами наблюдаем лучшие моменты второй партии Здесь чаще ошибалась «Динамо» в атаке Здесь здорово прибавил «Зенит» Как на подаче Так и в защите Забег Тимофея Тихонова Это отдельный эпизод Эмоции болельщиков «Зенита» Особенно болельщиц Мужской волейбол Всегда Приятно наблюдать в кадре Ну и вот эта передача Павла Панкова Тоже заслуживает отдельных аплодисментов В общем, отличная игра у нас сегодня Соответственно, второй партии 3-1 по эйсам В пользу «Зенита» 3-2 по блоку В пользу «Зенита» «Динамо» чаще ошибалась Напомню, что последний компонент Это ошибки соперника Соответственно, 9 ошибок у «Динамо» 5 у «Зенита» Ну, на блоке переиграли На подаче переиграли Меньше ошибались практически в два раза Вот и секрет успеха «Зенита» раскрыт нами с вами Без особых Сложностей Еще минуту до начала Третьего сета Ну и значит, наша с вами статистика подтверждается Команды вновь сыграют минимум 4 партии А теперь давайте еще представим, что эта серия До трех побед Побед, поэтому Здесь могут быть и пять С матчей По пять сетов Многие эксперты И я, если честно, тоже Прогнозируют то, что Серия «Динамо» и «Зенит» более напряженная Чем серия «Зенит» Казани и «Локомотив» Но Так тоже говорить неправильно В прошлом году мы помним Как «Локомотив» и именно «Локомотив» Остановил «Казанский» «Зенит» на этапе полуфинала Да и как остановил 3-0 Так что после победы над «Пелогорьем» в третьем матче Где буквально действительно «Локомотивом», «Паровозом», «Экспрессом» Проехались по сопернику Подопечные пламя на Константинова И в этой серии не все понятно Антон Семушев в данной минуте 9 очков имеет 7 в атаке и 2 на блоке 50% в атаке у доигровщика «Динамо» Ну, наверное, Антону хотелось бы более 50% иметь в атаке И есть все шансы у него для этого Третья и четвертая партии Которые нас с вами ждут Ну, начнем с третьего сета Игорь Кобзарь откроет Третью партию своей подачей Продолжается трансляция из волейбольной арены «Динамо» Первый матч полуфинальной серии мужской волейбольной пари «Суперлиги» «Динамо-Москва-Зенит-Санкт-Петербург» Ждем стартовый свисток третьего сета Николай Николаевич Книжников Первый арбитр встречи Уже его дал Просто Игорь Кобзарь в этом шуме не расслышан Полетели дальше Керминен на приеме Сумышев 1-0 Но здесь был застук при атаке Так что 1-0 в пользу «Зенита» Еще одну подачу выполнит Игорь Кобзарь Соколов ошибается Цветану в атаке И просит прощения у партнеров Я думаю, они на него не сильно сердятся Больше сам на себя болгарский диагональный здесь сетует 2-0 Третья подача подряд от Игоря Кобзаря Выбитый прием у Богдана получился Какой блок 3-0 Вновь «Зенит» на старте Очень здорово смотрится Четвертая подача Кобзаря Богдан на приеме Кстати, давайте отметим Какой блок Максима Космина Одиночно закрывает он Белогорцева 4-0 на старте третьего сета от «Зенита» Давайте отметим то, что Ярослав Подлесных остался на скамейке запасных Денис Богдан вышел в старте на третью партию И тайм-аут берет Константин Брянск «Ценит» по-мазкоп, а чтенг-аутральфу «Didево по-мазкоп, дек-аутральфу» «День баг» «Зенит» по-мазкоп дек-аутральфу switching Skylight decades Grund H ид 2010 «Ценит» по-мазкоп, дек-аутральфу Завершен тайм-аут Ну что ж, начиная со второй партией Зенит как будто преобразился А может быть специально? Ну, всегда, да, хочется такую констерологическую теорию выстроить Дескать, ослабляли внимание, бдительность соперника В первой партии, чтобы потом наброситься из засады и растерзать После тайм-аута Керменен на приеме И, наконец-таки, снимается Динамо Усилиями Цветана Соколова 1-4 Максим Белогорцев будет подавать Уронков 5-1 Мэтью Андерсон будет подавать Ошибается американский доигровщик Зенита 2-5 Цветан Соколова В его очередь Андерсон вновь на приеме Полетая в 6-2 Космин будет подавать И Виктор Сидельников на ваш экран Принял Семушев Соколов Мощно по линии И заводит сам себя диагональный Динамо 3-6 Прекрасная атака по линии Одиночный блок Воронкова здесь Скорее, знаете, как на тренировке Для статистики Денис Боктон будет подавать Как мы видим И это есть Девятого номера Динамо Не справился с приемом Мэтью Андерсон Развалит руками 4-6 Вот два раза сократили отставание Москвичи Было 0-4 Стало 4-6 После тайм-аута 4-2 Рывок Динамо Ну и 4 очка После выхода на замену Как мы видим У Дениса Богдана Один из них Одной из них При помощи эйса Добежит здесь Богдан Оставит мяч в игре Соколов даже Отважится на такое Подобие атаки А здесь Яковлев Ошибается 5-6 До минимума сократился Разрыв в счете Еще одна подача Дениса Богдана Вот если в начале партии Серию подач Выдал Игорь Кобзер То сейчас Денис Богдан Ошибается 7-5 Виктор Полетаев готовится Подачи Кервинин Вновь В прыжке Только принимает И здесь Лаури Кермине Но нет Повис на Счетах Антон Семышев Все в порядке с Антоном Не щадят себя сегодня Волейболисты Московской команды Отдаются на 200% 8-5 Полетаев Еще одна подача Виктор ждет Динамо И это есть Виктора Полетаева Лаури Кермине На этот раз Бессилен 9-5 Вновь Комфортное преимущество Плюс 4 Зенит себе возвращает По ходу Третьей партии Константин Брянский Тайм-аут Брать не стал Пошел попить воды Чтобы не нервничать Но пока что Действительно Зенит Переломил От игры 10 очков Набрал уже Полетаев 8 в атаке 1 эйс 1 блок И здесь Через трос Керминин Справился с приемом Не попадает Илья Власов Плюс 5 Двукратное преимущество Зенитов В третьем сете 10-5 Берет второй Тайм-аут Константин Брянский Да, видимо Константин Владиславович Как и мы не понимаем Когда случился Когда произошел Тот слом В игре Динамо Здорово же Отыграли Первый сет Не осталось действительно Тайм-аутов Уже у Динамо В третьем сете А всего 15 розыгрышей Позади 10-5 Зенит впереди Еще как минимум 15 впереди А может и больше Ну конечно больше Вряд ли 15 розыгрышей Подряд Зенит выиграл Ну 4 подряд Последних выиграл Виктор Полетаев После дайм-аута Продолжит подавать Динамо Вновь туда же В шестую зону Где Лаури Керменен Принимает финский Либера Динамо И блок-аут Светон Соколов Играет Так замерли на секунду В ожидании Все игроки Динамо Куда же мяч от блока Прилетит В площадку Или за ее пределами Окажется Выдохнули 6-10 Илья Васов Пока мы смотрим Повтор Готовится К подаче Гребенников Давно не принимал Женя Все как-то Мэтью Андерсона Целят Выдающие Динамо 11-6 Иван Яковлев Первый темп Все работает Динамо 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 Воронков Накатом Семушев принял Бобдо Здорово играет Воронков В защите Полетаев Фирменное Это забегание Под левую руку Стэпбэк Есть такое понятие В баскетболе Здесь не стэпбэк Здесь Скорее знаете Такое забегание Как в теннисе Выполняет Виктор Полетаев Чтобы Править Видите Вот так Под левую руку Подстраивается Страхует Богдан На лицевой линии Подскок от блока Соколов По рукам А там Тем же самым Занимается Федор Воронков Виктор 12-7 К радости Сектора Болельщиков Зенитов Иван Яковлев Здесь трос Скорректировал полет Меча Было ли касание блока Да Показывает Николай Книжников Это очко Московского Динамо 8-12 Антон Интересно Только три победы Главное количество Побед Как собственно говоря И в сезоне В регулярном Количество побед Это важнее Количество очков Игорь Кобзер Игорь Кобзер Продолжает Подавать Не знаю Слышно ли вам Как просит Эйс Питерский Прайд Но сейчас Всю арену Перекричали Ути ребята И девчата Не получилось Атака У москвичей Андерсон 17-8 Но такое ощущение Что сейчас Психологический Нокаут У Динамо А Константин Брянский Максимум Что может взять Это челлендж Напомню оба таймаута Главный тренер Москвичей Израсходовал На старте Третьей партии А вот у Зенита Все получается Все летит Принято называть На кураже На подъеме Сейчас играет Команда с берегов Не вы Посмотрите Пять очков подряд Набрали И вот только ошибка Игоря Кобзера На подаче Останавливает эту серию 9-17 Динамо Динамо Максим Белогорцев Будет подавать 8 очков отставания У Динамо И 8 очков Зенит отделяет Победу В третьем сеть Такие диаметрально Противоположные 8 очков А это эйс Максима Белогорцева Очень важный Очень нужный 10-17 Да Максимально Конечно Он не приблизит Динамо К Питеру Но В психологическом плане В плане Мотивации И боевого духа Наверняка сейчас На какой-то процент Поувереннее Стали чувствовать себя Москвичи Еще одна хорошая Подача Белогорцева Воронков Справляется с приемом Андерсон 18-10 Сейчас Пока мы смотрели Повтор Женю Гребенникова Который отдал Эту передачу Игорь Кобзе Просто на руках Поднял И вот казалось бы Да Вот там Видите Побежал Это за кадром Сейчас остается Вот Казалось бы Друг против друга Играли в финале Олимпиады Игорь Кобзер И Женя Гребенников Но видите Здесь Еще раз Это доказывает То что На площадке Соперники За площадкой Друзья Ну а тем более Сейчас играют В одной команде Игорь и Женя Прекрасная атака Цветана Соколова Вот понял я Наконец-таки Что не получается У Динамо Совершенно мы не видим Доигровщиков В атаке Не Ярослава Поплесных Который сейчас На ваших экранах Не Дениса Богдана Атакует Цветан Соколов Ну по крайней мере Набирает очки Цветан Соколов Ошибается Тоже Цветан Соколов Сейчас 19-11 Меньше 20 очков Пока что Динамовцы не набирали В этой встрече Но сейчас Все к тому идет Что Вряд ли до 20 очков Удастся добраться К третьей партии Подопечным Константина Брянского Мэтью Андерсон 11 очков 8 в атаке 2 на блоке 1 эйс В данной минуте Космин До этого матча Но учитывая то Что в этом матче Уже подавал На вылет Павел Панков Он сейчас Лучший подающий Воронков играет Блокаут От рук Панкова 20-12 Давайте в этом убедимся Если у кого-то были сомнения Виктор полетает Будут подавать И Рослан Падлесных Возможно будет принимать Нет Семышев принял Гласов Ну вот та самая Высота съема В этом эпизоде Играет за Динамо Высота съема Ильи Власова А там под 4 метра Отличная подача Справился Воронков Кобзарь хотел было скинуть Не получилось Летаев подстраивается Заблокировал его Панков Кобзарь в атаке Власов страхует Товарищи по команде Продолжается розыгрыш Соколов И какой блок Ивана Яковлева Прокатился он До Серджио Бузато И просто львом Встает капитан Зенита 21-13 Блестящий розыгрыш И блестящий блок Вот смотрите Как проехался Иван Туда к Серджио Бузато 21-13 Помните как Не очень уверенно Начиналась Первая партия Пока мы смотрим Статистику Федора Воронкова Разыгрались О чем мы с вами И говорили Разыгрались Завели сами себя Обе команды Выбитый прием У Динамо Семышев атакует И не точно Атакует 22-13 Вот сейчас игра Динамо В третьем сете Полностью копирует Игру Зенита В первой партии Тоже как-то нервно Не уверенно Но Зенит смог Побороть Самих себя И вернуться в игру Посмотрим Сможет ли Динамо В четвертой партии Я думаю Что об этом Уже можно говорить Потому что Ну слишком велико Преимущество Питера Плюс 9 И здесь Чуть был не поднял Этот мяч Женя Гребенников 14-22 Первый темп Максима Белогорцева Павел Панков Отправляется на подачу 14-22 Но перед тем Как Павел Панков Выполнит подачу Виктор Сидельников Взял тайм-аут Разобрал расстановку соперника Насколько я раз слышал Виктор Владимирович 14-22 В третьей партии Первой игры Полуфинальной серии Мужской волейбольной пари Суперлиги Динамо уступает Пока что По ходу третьего сета Минус 8 Мощнейший выстрел Павла Панкова После тайм-аута Кобзарь Оставил мяч в игре Как сейчас Ох Видимо сам Иван Яковлев Не поверил В то что сыграет Игорь Это вот достойный ответ Связующего Питера Сейчас был Павлу Панкову Помните На предыдущей партии Давайте посмотрим Забег Игоря Кобзаря И не готов был Явно к этому Иван Яковлев Семышев перевисел Капитана Зенита 15-22 Еще одна подача Панкова Яковлев Керминем В защите По рукам играет Семышев Страхует Воронков Полетаев Здорово здесь Кобзарь разорвал блок К этой передачи 23-15 Но вот это уже Волейбол Топ-класса Хай-левел Высочайший уровень Как угодно Называйте на любом языке мира Так оно и есть Последние несколько розыгрышей Аж встать хочется Вне с комментаторской позиции Стоя комментировать Эмоции переполняет 23-15 Тимофей Тихонов Вновь выходит на усиление Подачи Как и в предыдущей партии Меняет Ивана Яковлева Ошибается 19-летний Для игровщик Зенита 16-23 Обратная замена Вернулся Иван Яковлев Это ожидаемо Принимает Андерсон Сложнейшую подачу Семышева И сам же атакует Мэтт Гребенников Страхует оскок от блока Попадает Здесь Андерсон попал 24-16 80 баллов у Зенита Кобзарь На его подачах Извини сегодня и оторвался В третьем сете Подвесных Один сет-гол Ярослав отыгрывает 17-24 Чеслов Свинтицкий Вновь На усиление подачи Выходит Поменяет Максима Белогорцева Десятый номер Динамо Залежуем подачу Чесла Есть! 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 И ошибается Чеслов Свинтицкий 25-17 С таким счетом Завершается Третья партия Этого матча Зенит Впервые Выходит вперед 2-1 Если говорить Со стороны Питера 15-25 25-20 25-17 Нас с вами Ждет четвертая Партия Как минимум Ну и конечно Динамо Терять Домашнюю игру Явно не захочет И я думаю Что сейчас Выложится на полную Подопечный Константина Брянского В четвертом сете Пока мы с вами Смотрим Лучшие моменты Третьей партии А в ней Действительно Были Лучшие моменты По-другому Не назовешь 1 час И 25 минут Уже продолжается Эта встреча И я думаю Что еще полчасика Точно Поиграют Динамо И Зенит Атаки Виктора Полетаева Спасение Антона Семышева Когда он повис На LED-панелях Ну и я думаю Что спасение Игоря Кобзаря Мы тоже увидим Как и Блок Ивана Яковлева А вот и блок Ивана Яковлева Собственно говоря А вот Лев Валейко Талисман Питерского Зенита В миниатюре На секторе Болельщиков Питера Хорошее настроение У гостей Столицы Ну а кстати Может быть Это не Из Питера Болельщики Я думаю Что В Москве В многомиллионном городе Есть люди Которые болеют За Зенит Не только за футбольный Но и за волейбольный Ну что ж Друзья Напоминаю Что продолжается Трансляция С волейбольной Арены Динамо Где в первом матче Полуфинальной серии Мужской волейбольной Пари Суперлиги Динамо Принимает Питерский Зенит И пока что Хозяева уступают 1-2 После трех партий Меньше минуты Остается До возобновления Игры И Динамо Надо что-то Серьезное Менять Главное Наверное Сейчас Психологически Вернуться В игру Потому что Зенит Уступив с разницей В 10 очков В первом сете Затем Просто Такое ощущение Что знаете Игроками Управлял Начинающий Геймер Который не знал Какие кнопки Нажимать На джойстике А затем Взялся Опытный Профессионал Совсем Разная Игра И наверняка Налетел На арбитра Что-то выяснял Лигера Зенита Видим Показалось ему Что было Касание Сетки Но так не посчитал Александр Ревцов 1-0 Динамо Впереди Все Мышек Еще одну Подачу Выполняет Гребенников Вновь На приеме Андерсон И ошибается Мэтью Андерсон Но будет Брать челлендж Будет брать челлендж Виктор Сидельников На предмет Касание Блока Ну вот Цветан Соколов Сейчас Андерсон Спросил у него И Диагональный Динамо Сказал Но Я не касался Я думаю Что Цветан Обязательно признался В этом плане Смысл Не признаваться Если Потом Все равно Все увидит На Повторе Ну да Видим Что Цветан Да не коснулся А Максим Белогорцев Коснулся Мяча Пальцами Левой руки Таким образом Мэтью Андерсон Был прав Попросив Виктора Сидельникова Взять челлендж 1-1 Игорь Кобзарь На подаче Принимает Подлесных Не очень удачно И сам же Ярослав будет Атаковать Керменен В защите Перевели мяч На половину соперника Волейболисты Динамо Первый темп Фанков Обороняется Керменен В роли связующего И Атака с отклонением Ярослава Подлесных 2-1 Важно сейчас было Ярославу самому Перед собой Реабилитироваться После не совсем Удачного приема И атаки Первый Здорово Из четвертой зоны 2-1 Максим Белогорцев На подаче У Динамо У Динамо На трибунах Павел Анатольевич Панков Видимо Тому факту Что Павел отдал Передачу Товарищу По сборной Но не товарищу По клубу 2-2 Мэтью Андерсон Соколов Мэтью Динамо Мэтью Это конечно же Важный момент Но в итоговом протоколе Потом посмотрим И обсудим Цветан Соколов Подает Андерсон На приеме Тройным блоком Закрывают Воронкова И Динамо Вновь впереди 4-3 Ну как и ожидали мы Пока что Начало четвертой партии Показывает нам Что Динамо Здесь будет Выгрызать Буквально Каждый очко Принимает Гребенников Воронков Но вот когда нет Тройного блока Федору конечно же Гораздо легче Атаковать И сравнивать счет 4-4 Из четвертой зоны Космин будет подавать Космин будет подавать Прекрасная атака Антона Семушева И Динамо Вновь впереди 5-4 Заиграли Доигровщики Потому что В предыдущих Двух партиях Ну не получалось Явно в атаке Ни у Антона Семушева Ни у Ярослава Подвестных Тире Дениса Богдана Первый темп Иван Яковлев 5-5 И посмотрел сейчас Позвал Лаури И извинился За попадание Такое мощное В Либера Лаури Гермен научен Уворачиваться Если понимает Что мяч не спастит Он спасает Хотя бы себе Полетаев Будет подавать И это эйс Не справился Лаури Герменен С приемом 6-5 Зенит вновь Впереди В четвертом сете Очередной эйс Виктора Полетаева Вперед и на лоб Вперед и на лоб Вперед и на лоб 15 очков уже у диагонального Зенита Как мы видим На этот раз Герменен принял И принял здорово После позитивного приема И результативной атаки Как часто это бывает Случаются 6-6 Цветан Соколов Сравнивает счет В четвертом сете Ну а вот руководители Всероссийской Федерации волейбола Николай Платоныч Патрушев Станислав Владимирович Шевченко И Андрей Владимирович Горбенко Промелькнули Да, сегодня самые высокие гости Конечно же На этом противостоянии Напомню Николай Платоныч Представитель Наблюдательного совета ВФВ Станислав Владимирович Шевченко Президент Всероссийской Федерации волейбола Ну а Андрей Владимирович Горбенко Вице-президент И генеральный директор Всероссийской Федерации волейбола Наблюдают Интересно за кого болеют Но я думаю Они не расскажут Даже если мы поинтересуемся Ну Учитывая что Николай Платоныч Из Ленинграда Нужно предположить Что за Питер Воронков подает И попадает Соколов Попадает Уворачивался Полетаев Сейчас спрашивает У Виктора Владимировича Сидельникова Разводит Пожимает плечами Главный тренер Зенита Но я думаю Что не стоит ему брать челлендж Мне с высоты Комендаторской позиции Было Видно Что попал Свитан Соколов Вновь равный счет 7-7 Дотянулся здесь Яковлев А вот Павел Панков Не дотянулся Не успел Мяч сначала коснулся пола 8-7 Посмотрите какая партия Да Совсем другая Совсем не похожа На предыдущие три Слишком высока Цена ошибки в ней Для москвичей И поэтому Больше чем на одно очко Вперед не выходит Ни та, ни другая команда Пока что Иван Яковлев На подаче Ошибается капитан Зенита И вновь Равный счет Воронков принял эту сложную подачу Семышева Андерсон Закрыли мы это тройным блоком Игроки Динамо 9-8 Ошибок Ошибок У Динамо Ошибок 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 У Динамо Ошибок Семышев еще одну подачу Будет выполнять Ошибается Антон 9-9 Вот так Ошибкой на ошибку Отвечают Через розыгрыш Друг другу Игроки Разных команд Игорь Кобзарь Коснулся сетки Павел Панков Но он считает Что это не сетка А Стойки Он коснулся Падая Зацепил стойку Мне честно говоря Тоже так показалось Но если что Будет спорный мяч Я думаю Челлендж берет Константин Владиславович Прянский Игорь Кобзарь По-моему Говорит Что действительно Он коснулся Не сетки По-моему Даже здесь За Павла Панкова Игорь Вступается Давайте посмотрим Нет Ну конечно Сетки Конечно Сетки коснулся Павел Панков Падая Ну да Это сетка Это не стойка Так что это очко Зенита 10-9 Николай Книжников Абсолютно прав Был в своем решении Челлендж сгорел У Динамо Таким образом Кобзарь Такая вроде Простая Да Подача Но планер Есть планер И Не так-то просто Было Принять Его Лаури Кермене Но финский Либер Динамо Справился А Ярослав Подлесных Сравнял счет 10-10 Максим Белогорцев На подаче Принимает Гребенников Воронков Блок Андерсон Прицелился Здорово Сыграл 2 по 2 Но там Панков В защите Гребенников Воронков Добежит Семушев Сыграл В защите Соколов Ошибается Цветан Соколов И вскакивает Вся скамейка Запасных Зенита 11-10 Нет Там нет Челленджа Мэтью Андерсон Будет подавать Ошибается Илья Власов А вот теперь Впервые В четвертой партии Зенит Выходит Вперед На 2 очка Две ошибки В атаке Подряд У Динамо Запомним Этот игровой эпизод На всякий случай Точнее Эти 2 игровых эпизода Они подарили Преимущество В 2 очка Зениту Мэтью Андерсон На подачу Семушев Принял Вот здесь Власов Четко сыграл 11-12 Цветан Соколов Будет подавать Эмоции Ильи Власову Абсолютно Понятны В игре Центральный блокирующий Динамо И понимает Насколько сейчас Важно не ошибаться Ошибается Цветан Соколов Выполняя подачу Максим Космин Завязывал шнурки У него действительно Расшнуровались кроссовки А он сейчас подает Поэтому, чтобы не наступить Привел Экипировку в порядок Центральный блокирующий Зенита И тыс! Не зря Приводил экипировку В порядок Максим Космин 14-11 Плюс 3 И тайм-аут Берет Константин Брянский Есть же и вторая сторона Медали у вот этого Отдыха Вот этого компонента То, что Динамо Неделю отдыхала А Питер Сыграл 11-го апреля Прилетел Приехал Не буду врать В общем, добрался до Москвы Игровой тонус То, что Питер в тонусе А Динамо Могло и подрасслабиться Но, с другой стороны Первая партия В которой Москвичи победили 25-15 Как-то не стыкуется Тогда, да? Это называется Все простым словом Плей-офф Где стоит забыть Вообще О предыдущих достижениях Тем более Полуфиналы Плей-офф Как многие Знают Полуфиналы Порой гораздо По накалу страстей Серьезнее Чем Даже финальный матч Возвращаемся В игру Космин После таймаута Еще тут такую же Хитрую подачу Выполняет Тема, что сыграл На приеме Но блок Ивана Яковлева Увеличивает преимущество Зенита до 4 Очков 15-11 В четвертом сете Успел здесь прийти на помощь Федору Воронкову Капитан Зенита И закрыл Эту атаку Цветана Соколова Еще одну подачу Выполнит Максим Космин Не получилось Организовать съем После таймаута У Динамо Ну и радость Болельщиков Зенита Вполне понятно Семушев принимает Власов 12-15 Подлесных Андерсон принимает Подачу Ярослава Закрыли Полетаева Здорово сыграл Воронков Здесь Керменен Оставляет мяч В игре Сокола Андерсон На подстраховке Вот так просто Переводит мяч Федор Воронков Иван Яковлев Вот это ответ Илье Власову В одиночку Закрывает Капитан Зенита Атаку Центрального Динамо И по-прежнему Плюс 4 Для Питера 16-12 Виктор Полетаев Будет подавать Иван Яковлев Уже сменил Вот эти эмоции На собранность Ошибается Полетаев 13-16 Илья Власов Илья Власов Будет подавать И дальше Эйс 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 Ну что ж Развязка Четвертого Сета Все ближе Пока что У Динамо Не получается Подобраться Ближе Ближе чем На три очка К сопернику Федор Воронков Будет подавать Илья Власов Илья Власов Пелогорцев Илья Власов Илья Власов Будет подавать Через трос Яковлев сыграл На приеме Андерсон Вылетает И попадает Из четвертой зоны Это игровщик Зенита По-прежнему Плюс 4 18-14 Помните Те две атаки Ну и еще раз нам показывают Николай Платоныч Патрушева Станислав Владимирович Шевченко Справа от него И Андрей Владимирович Горбенко Это разбирают Тоже руководители Всероссийской Федерации Волейбола Ошибается Иван Яковлев А я продолжу Помните Те две атаки Цветана Соколова Илья Власова При счете 10-10 Вал Вот пока что Они играют Злую шутку С хозяевами площадки Семышев будет подавать Пока мы наблюдаем За эмоциями Виктора Владимировича Сидельникова 15-18 Хорошая подача Андерсон на приеме Отыгрался от блока Мэтт Кобзорь 19-15 Да, конечно же Игорь Кобзорь Максимально заряжен Учитывая, что Весь сезон Практически он выходил Только для усиления Подачи Но здесь не было бы Счастья да несчастья Помогло Конечно же Желаем скорейшего Воздоровления И возвращения в строй Дмитрию Ковалеву Который наверняка Сейчас смотрит Эту игру И поэтому так заряжен Игорь Кобзорь И в атаке И в защите И в подаче И в приеме Подлезных Не получается пробиться Через руки блокирующих Аккуратная скидка Воронкова Подстраховал Панков Вот сегодня Павел Очень хорош на подстраховке И здесь играет Но почему встали-то? Оставили этот мяч В игре В итоге подлезных Но Павел Панков Сыграв ногой Вот прям так Смотрел И пригрикнул даже Почему все стоят? Мяч не коснулся Пола Прекрасный розыгрыш И как-то растерянный Что ли Я не знаю Потерянный Игроки Динамо И может быть поэтому Сейчас берет второй тайм-аут Константин Брянский 20-15 Зенит впереди В четвертом сете Завершен тайм-аут Смотрим мы еще раз Этот розыгрыш Пока есть время Вот здесь сыграл здорово Павел Панков На подстраховке А вот здесь еще лучше Видите как-то Ну замешкался Ярослав подлезных Итак Игорь Кобзарь Возобновляет игру После тайм-аута 20-15 Подлезных на приеме Соколов Но здесь все здорово И прием И передача И атака 16-20 Чеслов Свинтицки Вместо Максима Белогорцева Выходит на усиление подачи 16-20 Мэтью Андерсон На ваших экранах Принимает Гребенников Полетаев Заблокирован И шанс для Динамо Сократить отставание Соколов 17-20 Вот два очка подряд После тайм-аута Динамо набирает Сейчас Свинтицки С еще одну подачу Выполнит Гребенников Принял грудь Попадает Андерсон Под самую лицевую 21-17 Обратная замена У Динамо Возвращается Максим Белогорцев Ну а мы с вами Наблюдаем Еще раз за атакой Мэтью Андерсона Ну что ж На финишную прямую Четвертая партия Выходит Напомню Она может стать Последней В этой встрече Если Зенит Наберет 4 очка А Динамо Не наберет 8 За это время 17 очков У Мэтью Андерсона Уже Из них 14 в атаке И один айс У него был В этой встрече Второго пока Не произошло Соколов Заблокирован Еще одна попытка На этот раз Семышев Коптер играет В защите И вновь Панков Сегодня чаще Чем Лауре Керменен Павел Панков Ну с двойной касанием Максиму Космину Не знаю Зачем он это делал И сам Максим Не знает Извиняется 18-21 Но я бы отметил Сегодня Павла Панкова В защите На подстраховке Везде успевает Капитан Динамо Наверное посчитал Максим Космин Что это было Касание блока Но нет Улыбнулся Цветон Соколов 18-21 Ошибается Цветан 22-18 Космин будет подавать Семышев принял Панков Не застал врасплох Павел Зенит Еще одна атака Будет у Динамо Соколов Кобзарь в защите Нет Но побежет себя Ой-ой-ой Все в порядке С Максимом Космином Но сегодня Вот этот борт Привлекает волейболистов Сначала Тимофей Тихонов Во второй партии Затем Антон Семышев В третьей И вот теперь Максим Космин Тоже решил Бег с барьерами Выполнить Таймаут берет Виктор Сидельников 19-22 В четвертом сете Зенит пока что впереди Все в порядке Что в жизни У меня Да Думай Как делать Чемпион Да Да Помогай Да Я разберусь Я разберусь Я разберусь Я спием Так же Все Проходим Давай Давай Эй Си Да Давай Давай Хорошее настроение У болельщиков Из Санкт-Петербурга Но правда Маскот Динамо Тоже танцует У него задача такая Вот на динамике Набора очков Но Динамо Немножко прибавил После середины Четвертого сета Ярослав Подлесных Вот сейчас Нужны его подачи На вылет У него же больше всего Но пока что Не получается У Ярослава Заблокировали Политаева И до двух очков Сокращает Динамо Отставание 20-22 Еще одна подача Ярослава Подлесных Принял Воронков Но это есть Ярослава Подлесных В самый нужный момент До минимума Сокращает Динамо Отставание 21-22 И берет второй тайм-аут Тут же Виктор Сидельников Ну вот Вот такой вот плей-офф Такой полуфинал Оставляем Вот сюда В середину Я понимаю Что это Девая нога В середину Выступаем Можно Назад Чуть-чуть Шире идет Дальше Завершен тайм-аут И показывает Александр Ребцов Второй арбитр встречи Что Больше нету 30-секундных перерывов У Зенита В этой партии Ярослав Подлесных Продолжит Выполнять подачу Ну прекрасно Сегодня заполнены Трибуны Суббота Полуфинал Другого и быть не могло Я думаю Итак 21-22 Подлесных Туда же Воронкова Федор справляется С приемом Андерсона Заблокировал Власов И сравнял Счет 22-22 Но просит Брать челлендж Серджо Бузато И сейчас возьмет Челлендж Виктор Сидельников Что же здесь Разглядел Касание сетки Разглядел Один из Главных Аналитиков Российского Волейбола Старший тренер Зенита Серджо Бузато И берет Челлендж Виктор Сидельников Буквально вскочил Со своего места Итальянский Специалист И побежал К Виктору Сидельникову Говорить о том Что было Был эпизод Который можно рассмотреть Более детально Что и сделал Александр Ребцов Не было касания сетки Это от мяча Это мяч коснулся И вот такие волны Пошли по сетке Ну что ж Динамо Отыграло отставание В 4 очка И сравнял Счет на финише Четвертого сета 8 очков Ильи Власова Сгорает челлендж У Зенита 22-22 Ну почему бы Не зацепиться было Так что я думаю Здесь Серджо Бузато Был абсолютно прав В своем Искреннем намерении Спасти Эта очка Для Питера Полетаев Блокаут 23-22 Да Концовка Сейчас будет нервная Конечно же Но я думаю Вы дорогие Любители волейбола На этом На примере этого матча Который только первый В этой серии А еще есть и Матч Зенита Казань И Локомотива Который завтра начнется Вы на примере этого матча Уже прочувствовали Что такое полуфинал И что такое плей-офф Большой плей-офф Отечественного волейбола Принимает Кермин На подачу Полетаева Сравнивает счет Соколов Подрев трибун Волейбольной арены Динамо 23-23 В четвертом сете Женя Гребенников На ваших экранах Именно ему сейчас Возможно Принимать подачу Ильи Власова Но там еще И Андерсон С Воронковым Замерли на полусогнутых Власов Нет, все-таки Гребенников сыграл На приеме Первый темп Яковлева Попадает Иван И это матч-бол Для Зенита 24-23 Только один Динамо Только победа Тройной блок Здесь не помешал Панков Белогорцев И Семышев И Федор Воронков Будет подавать На ногах Сектор Болельщиков Зенита Но правда Они и не садились Начиная Со стартового Свистка Федор Воронков И шумовое давление Трибун Волейбольной арены Динамо Принял Семышев Соколов Полетает В защите И сам же Виктор будет Атаковать Это блок Антон Семышев 24-24 Отыгран Матч-бол Давайте еще раз Посмотрим Браво Браво Антон Семышев Сам сначала Не поверил Доигровщик Динамо То что сделал Уходим на больше-меньше Четвертая партия Продолжается Павел Панков На подаче Вся арена Просит Эйс У капитана Гребенников На приеме Андерсон Подстроился Скинул Шанс На сетбол У москвичей Семышев И это сетбол Динамо 25-24 Два очка подряд Антона Семышева И уже Динамо Впереди Павел Панков Будет подавать Сетбол Динамо 25-24 Третий час Матча пошел Тем временем Воронков Принимает Это переходящий мяч На сторону соперника Семышев Семышев Но это Будет ли челлендж Да, будет челлендж Подождите Давайте не будем спешить Я уже научен В таких моментах Не кричать раньше времени Сейчас все изучит Александр Ребцов Было ли там касание сетки Не было Да, касание сетки Коснулся Белогорцев Сетки Так что Рано радоваться Болельщикам Динамо 25-25 Это от большого Желания Все у Максима Белогорцева Конечно Не заметил Сети Центральный блокирующий Москвичей Тимофей Тихонов Тем временем Вновь меняет Ивана Яковлева 25-25 В четвертом сете И Тимофей Тихонов На подаче 19 лет Напомню Тимофею Принял Ярослав Подлесных Сокола 26 26-25 Еще один сетбол Для Динамо Возвращается Иван Яковлев На площадку И тут же Ее уходит Чтобы дать Возможность Появиться на ней Жене Гребенникову Пока мы смотрим Повтор последнего розыгрыша Антон Семышев Воронков Воронков Громко Громко Спокойно принимает Ярослав Подлесных Соколов Но решил через него играть Павел Панков Решающие моменты Потому что Цветан Павел Панков Он будет подавать Ну а Максим Белогорцев Видите проследовал Квадратный Не потому что замена А потому что Лаурик Гермиен Сейчас нужен на приеме В этой расстановке Мэттью Андерсон Будет подавать Фантастический уровень шума И это эйс Мэттью Андерсона Несмотря на шум Ну 36 лет Через 3 дня будет Мэтту Бронзовый призер Олимпийских игр Где только не поиграл Не только В Казанском Зените Как вы понимаете И в такие ответственные моменты Вот этот опыт И дает о себе знать Зенит напомню Из Перуджи Перешел Мэттью Андерсон Надо Перуджи играл В Модене Но это сейчас не важно Абсолютно 28-27 И матчбол у Зенита Выбитый прием Но прием есть Все же Соколов подстраивается Тройной блок И все Но будет нет Не все Челлендж 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 Это я говорю Волейболистам Зенита Которые побежали На площадку Константин Брянский Тоже Попробует Зацепиться За этот шанс Ну что там Александр Ребцов Сегодня Уже мне кажется Больше десяти раз Сходил к монитору И Касание сетки Да Показывают Было касание сетки Да И оно действительно было Продолжаем четвертую партию Никуда не расходимся Светан Соколов 28-28 Вот это Развитие событий Вот это я понимаю Плей-офф Соколов Не стал рисковать Светан Гребенников Принял первый темп Косми Но оставили мяч в игре Нет не оставили Волейболисты Динамо 29-28 Еще один матч Бол Питера Давайте еще раз посмотрим Да Мяч коснулся Площадки Максим Космин Будет подавать Ошибается Косми Еще один матч Бол Минус 29-29 Ну вы бы видели Что сейчас творится На трибунах Здесь уже все Просто стоят Кричат Клопают Настоящий праздник Волейбола Да здорово Что сегодня матч И в субботу Он попадает Подлесных Будет подавать У Динамо Принимает Мэтью Андерсон Не зря его показывали Политаев Ну какой по счету Четвертый Пятый матч Бол у Зениты Я уже сбился Друзья 30-29 В четвертом сете Виктор Политаев Отправляется на подачу Пока мы смотрим За эмоциями Антона Семышева 17 очков У 17-го номера И два эйса К данной минуте Принял Ярослав Подлесных Соколов Кобзарь в защите Добегает Андерсон Или что такое-то Коснулся сетки Видимо Иван Яковлев Так как он извиняется Даже без челленджа 30-30 Потеряли этот матч Бол Игроки Зенита Денис Богдан Выходит вместо Ильи Власова Это усиление подачи Он так распрыгился Пару кенгуру Сделал Доигровщик Динамо 30-30 Как будто теннис С вами смотрим Но это волейбол Денис Богдан Вот такой ответственный момент Выпускает его Константин Брянский Воронков сыграл на приеме Политоев Как же он выкручивает И попадает 31-30 Зенит Но теперь уже точно Пятый матч Обратная замена Илья Власов Конечно же Выходит для усиления Блока Возвращается на площадку Второй номер Москвичей И Федор Воронков Будет подавать Вы видите Что творится сейчас В квадрате Где запасные Зенита Там они уже Несколько раз Снимали тренировочные Свитера Надевали Садились Вставали Воронков Ошибается Мы продолжаем 31-31 Лауре Керменен По-моему Сам уже не понимает Что происходит Два часа И 10 минут Игры позади И Павел Панков На подаче У Динамо Ошибается Нет Это есть Павла Панкова Хотя Флаговой судья Поднял Флаг Но не берет челлендж Виктор Сидельников Это сетбол Динамо 32-31 Давайте посмотрим Да попал Конечно попал И здесь попал Мне кажется И здесь мне кажется Павел Панков Есть ли челлендж Да берет челлендж Константин Брянский Но если два эйса подряд Капитан выполняет При счете 31-31 То это конечно же Высший пилотаж Мне почему-то показалось Что попал Павел Панков Ну не почему-то показался Да Два эйса подряд Павла Панкова И мы с вами Отправляемся в пятую партию 33-31 Динамо 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 Уступая по ходу Четвертого сета Минус 4 Вырывает победу И отправляет нас На тайбрейк Воу Друзья Сейчас будет Жеребьевка Но нам с вами Надо выдохнуть Я даже не знаю Что здесь обсуждать Что здесь разбирать Если вы смотрели Четвертый сет Вы могли даже Предыдущий три Не смотреть Я так скажу Но если вы смотрели Эти 44 минуты То вы видели Весь волейбол Всю гамму Весь спектр Все возможные ситуации 5 матчболов Было у Зенита Преимущество Плюс 4 было у Зенита Но действующий чемпион На то и действующий чемпион Нас ждет пятая партия А пока посмотрим Лучшие и самые яркие моменты Прошедшие четвертый С вашего позволения Тоже немножечко побью воды И даже не буду Ничего здесь комментировать Ну что ж Нас с вами ждет тайбрейк Определенная лотерея Хотя весь сегодняшний матч Это определенная лотерея Давайте я напомню вам Счет по партиям Для начала напомню Что мы с вами наблюдаем Первый матч Полупинальной серии Мужской волейбольной Пари Суперлиги Динамо-Москва Против Зенита И Санкт-Петербурга Это эмоции Павла Панкова После двух эйсов Которые поставили точку Садистикой четвертого сета Посмотрите Три эйса всего у Динамо И из них два подряд При счете 31-31 Выполняет Павел Панков Пять блоков Против двух Но здесь переграли на блоке Да, москвичи Битерцев И при этом Чаще ошибались Но это уже не важно Итак, напомню Счет по партиям В первом сете Динамо Очень быстро За 21 минуту Побеждает Зенит 25-15 Затем Зенит Выигрывает Второй сет 25-20 Выигрывает Третий сет 25-17 Ведет Плюс 4 По ходу Четвертого сета Но Динамо Возвращается в игру Отыгрывает Пять матчболов И Павел Панков При счете 31-31 Подает Два раза На вылет И переводит Игру на тайбрейк 33-31 Да, призадумались Болельщики Зенита Их можно понять Прошла Жеребьевка И сейчас Мы с вами узнаем Кто же Будет подавать Я так понимаю Что на тех же Сторонах площадки Остаются Команды Где играли Четвертую партию Итак Дайбрейк Цветан Соколов На ваших экранах 24 очка К данной минуте Из них всего лишь Один блок И все остальное В атаке Как вы понимаете Самый результативный Игрок Динамо Как мы с вами Отмечали Через него Сегодня играл Павел Панков В 90% случаев Ну а вот Мэтью Андерсон И его 19 очков Полетели дальше Кобзарь ошибается Уже пока мы смотрели За статистикой Мэтью Андерсону Стартовала Пятая партия С ошибки Связующего Зенита 1-0 Динамо впереди И теперь уже Максим Белогорцев Будет подавать Принял Мэтью Андерсон Воронкова закрыли 2-0 Ну конечно сейчас Я даже не назову это Психологическим преимуществом Это Какой-то режим бога Знаете у Динамо После того Как ты вытягиваешь Казалось бы Проигранную партию Ну Крылья за спиной Определенные Вырастают Максим Белогорцев Еще одна подача Ошибается 13-й номер Динамо 1-2 И Мэтью Андерсон Задумался Так выдохнул Собирается с мыслями Доигровщик Зенита Перед подачей Принял Семышев Соколов Попадает Цветан Это его 25-е Очко в матче 3-1 И еще и Эйс Выполняет Цветан Соколов 4-1 Тайм-аут Берет конечно же Виктор Владимирович Сидельников Да Немножечко поплыл Зенит После четвертой партии А Динамо наоборот На кураже Плюс 3 Плюс 3 У Динамо На старте Пятого сета Еще одна подача Цветана Соколова После тайм-аута Принимает Женя Гребенников Андерсон Керменем В защите Великолепен И Ярослав Подлесных Благодарит Своего Либера Ну здесь Павел Панков Благодарит его Вот теперь и Подлесных Подошел Я имел ввиду Благодарит своего Либера Отличной атакой Ну и нехитрый подсчет Мне подсказывают мои коллеги Позволяет Отличное Это было сотое очко Динамо в этом матче У Питера У Питера вот сейчас 97 После ошибки Соколова на подаче 2-5 Максим Космин Будет подавать Хитрая вновь подача От центрального Блокирующего Зенита Но справился С премьером Семышев И вот Обычно не такой Эмоциональный Антон Как тот же Илья Власов Но здесь даже он Запрыгал от радости Что принял этот мяч А Илья Власов Делает счет 6-2 Ярослав Подлесных На подаче И еще один эйс Динамо И еще один эйс Ярослава Подлесных 7-2 Второй тайм-аут Берет Виктор Сидельников Уже плюс 5 Для Динамо И надо что-то Менять Движение силы! Вперед и нам, ты нас! Вперед и нам, ты нас! Давай, давай, давай! Вперед и нам, ты нас! Вперед и нам, ты нас! Вперед! Особенно, как мы видим, ни о чем не говорил Виктор Владимирович. Скорее, просто нужна была пауза. Все и так прекрасно понимают. Игроки Динамо, точнее, игроки Зенита, игроки Динамо продолжают начатое в четвертой партии. Еще одна подача подлесных, переходящий мяч и ошибается Илья Власов. А вот здесь энтузиазм его подвел. Переходящий мяч отправляется в аут. 3-7. Конечно же, можно понять Илью. Хотелось ему от души здесь приложиться, увеличить преимущество москвичей. Виктор Политаев. 3-7. Керменен на приеме. Смягчение после атаки Цветана Соколова. Воронков давно не атаковал. И блок. 8-3. Такая вот игра у нас сегодня. Аритмия по синусоиде. То одни, то другие. То подъем, то спад. Смена втором площадки у нас на тайбрейке, так как Динамо набрало 8 очков. И ведет плюс 5. Ну что ж, Илья Власов будет подавать после смены втором площадки. И Виктор Сидельников на фоне сектора болельщиков Динамо. Хорошая подача. Переходящий мяч здесь Кобзи. Не дал перевести мяч на плейд на Зенита. Ярослав подлесных ошибся, выполняя атаку. 4-8. Федор Воронков будет подавать у Питера. Смена втором площадке. Масман. Ну, бодренько смотрится. И Павел Воронков, и все вообще волейболисты. Несмотря на то, что уже практически 2,5 часа играют. Все, мы шоу блок-аут. 9-4. Это только первый матч. Я не устаю напоминать вам, друзья, что еще как минимум 2 нас ожидают. А может быть и 3, а может быть и 4 даже. До трех побед в этом году. Полуфинальные и финальные серии в мужской и в женской паре Суперлига. Так что запасайтесь валидолом. Если болеете за любую команду. Ошибается Павел Воронков на подачу. 5-9. Иван Яковлев будет подавать. В последней партии его менял Тимофей Тихонов для усиления подачи. Но сейчас сам капитан «Зенита» будет выполнять подачу. Виктор Сидельников, как мы видим, пока что не планирует выпускать 19-летнего доигровщика. Яковлев ошибается. Иван был близко, но нет. За лицевой мяч приземлился. 10-5. По-прежнему комфортное преимущество хозяев площадки. Антон Семышев будет подавать. Через трос. Андерсон играет на приеме. Первый темп Космина. 6-10. Игорь Кобзарь. Выбитый прием. Будет атака Ярослава Подлесных на тройном блоке. Гребенников оставляет мяч в игре. Воронков. Подняли. Игроки Динамо этот мяч. И было касание блока после атаки Ярослава Подлесных. 11-6. Смотрите, действительно, и вновь это Павел Панков лучший сегодня в защите абсолютно. И его эмоции абсолютно понятны мне. Чеслов-Свинтицкий вместо Максима Белогорцева. 11-6. Принимает Мэтью Андерсон. Страхует Семышев. Атаковал Подлесных. Гребенников здорово сыграл в защите. По рукам атаковал Андерсон и не попал. 12-6. Двукратное преимущество Динамо. А ведь наверняка вот был какой-то процент, знаете, микропроцент, пока здесь челлендж Виктора Сидельникова на предмет касания блока. Какие-то условные пять человек, которые не дождались того челленджа, который перевернул игру в четвертом сете и ушли. И для них, возможно, Динамо проиграл. Но Динамо ведет 12-6, так как никакого касания блока здесь не было. После атаки Мэтью Андерсона. Чеслов-Свинтицкис еще одну подачу выполнит. 12-6 в пятой партии. Выбитый прием даже у Жени Гребенникова. Но усталость все-таки никто не отменял. Болл аккуратно скидывает Андерсон и Антон Семышев в 13-6. Еще одна подача Чесловса-Свинтицкиса. Андерсон, по-моему, больше всех сегодня принял подач. Но, я думаю, Мэтту этот показатель абсолютно не важен. Панков не добежал. 7-13. Улыбается капитан московского Динамо. Ну, стартовый рывок вполне хороший. И заслуженные аплодисменты Трипу за эту пробежку. Обратная замена. Максим Белогорцев возвращается на площадку. Мэтью Андерсон может лишние секунды отдышаться перед подачей. 7-13. Попадает, попадает американский доигровщик «Зенита». 8-13. И для БСМ Москва! 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 Все, Мушев застыл на наших экранах. И еще один эйс Мэтью Андерсона. Даже Лауре Кервинин не справляется. 9-13. И таймаут берет Константин Брянский. Мэтью Андерсон. Два эйса подряд. Попивает из-за тоник доигровщик «Зенита». А в это время тренерский штаб «Динамо» устраивает перезагрузку. В этом сегодня Питер обычно ее устраивал. Вот теперь «Динамо» в плане перезагрузки того, чтобы от этих двух эйсов отойти. И откатиться к заводским настройкам, которые были всю пятую партию. Итак, три очка подряд набрал «Зенит». И со счета 13-6 сделал уже более удобоваримый 9-13. Ну а Мэтью Андерсон подтверждает свое звание лучшего подающего «Зенита». Четыре эйса в сегодняшнем матче и 22 очка уже у Мэтью. Решил не рисковать. Подлесных принимает. Заблокировали Соколова. Но это блок-аут и пять матч-болов у «Динамо» 14-9. В пятом сете сам же Цветан Соколов отправляется на подачу. 28 очков у болгарского диагонального к этой минуте. Принял Андерсон. Космен. Один матч был отыгран. Но вот до 10 очков «Зенит» добрался. Все-таки после такой игры, если бы «Зенит» проиграл на тайбреке 15-7, ну был бы нечестный. Но «Зенит» пока еще не проиграл. Пока еще 10-14. И Космен на подаче. Принимает подлесных. Так пригнулся Власов. И ошибается Илья Власов. Нет, не ошибается. Челлендж, челлендж, челлендж. Спокойно. Челлендж. Мне показалось, что ошибся Илья Власов. Как повелось в сегодняшнем матче, на любом матч-боле, который кажется матч-болом, или на любом сет-боле, который кажется сет-болом, надо брать челлендж. Золотое правило матча «Динамо-Москва-Зенит» Санкт-Петербург. Александр Ребцов. Ну, что же скажет? Да, все, победа. В самый краешек линии мяч облизнул после атаки Ильи Власова. И со счетом 15-10 в пятой партии и 3-2 в матче «Динамо-Москва» выходит вперед в этой полуфинальной серии. Но я прошу вас, дорогие любители волейбола, поаплодировать питерскому «Зениту». Поаплодировать обеим командам. Это было великолепно. Давайте еще раз вспомним события этой встречи. 25-15. Первую партию выигрывает «Динамо». Кстати, 2 часа 31 минуту продолжался матч. Затем 25-20 выигрывает «Зенит». 25-17 «Зенит». 33-31, совершая невероятный камбэк по ходу четвертой партии. Отыгрываясь с минус 4, совершает «Динамо» за счет двух эйсов Павла Панкова при счете 31-31. Ну и, видимо, все-таки это надломило питер. Потому что на тайбрейк уже не хватило подопечных Виктора Сидельникова. Напомню, дорогие любители волейбола, что уже послезавтра, 17 апреля, состоится второй матч этой серии. Здесь же, в Москве, на волейбольной арене «Динамо». Так что, если вы свободны, в 19.00 будет начало, обязательно приходите. Я думаю, вы оценили у достоинства эти два с половиной часа чистого. Знаете, такое есть в английском слово «pure». Вот прямо-таки фреша свежевыжатого. И сейчас «Зенит» идет к сектору болельщиков. И Иван Яковлев лично поднимает два больших пальца вверх. Благодарит всех болельщиков за игру. За поддержку во время игры. Ну, а я даже не знаю, сейчас будут лучшие моменты этого матча. Честно говоря, даже не знаю, что здесь комментировать, что здесь обсуждать, что здесь говорить. Давайте просто еще раз насладимся той игрой, которая сегодня нам с вами выпала. Такие разные партии, но такой красивый волейбол. Еще раз поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. Болельщикам Питера явно не стоит расстраиваться. Команда проиграла в упорной борьбе действующему чемпиону. И проиграла абсолютно не стыдно. Даже как-то не хочется говорить, что «Зенит» проиграл. Победил волейбол сегодня, вот так скажем. Но волейбол есть имя «Динамо Москва». Увидим, что будет послезавтра, друзья. Здесь же стоит подвести итоги. Ну, наверное, можно с уверенностью сказать, что самыми результативными игроками в составе своих команд становятся Цветан Соколов у «Динамо» и Мэтью Андерсон у «Зенита». Стоит отметить сумасшедшие спасения в защите Павла Панкова. А вот Виктор Политаев, который только что появился, к концовке четвертой партии вновь сникла у него игра. И, конечно, без своего джокера пятой партии вообще я не заметил у Виктора Политаева. Без него все-таки сложно «Зениту». Ну и ждем, что Егор Клюков все-таки восстановится. И увидим мы в полном составе, в полной боевой мощности команду из Санкт-Петербурга. Да, Дмитрия Ковалева уже не увидим, но Егор Клюков вполне может вернуться. На этом, в принципе, все сегодня, друзья, что мы хотели вам рассказать. И говорим огромное спасибо всем тем, кто был с нами с самой первой минуты, с самого первого розыгрыша и до последнего. Не отрывался от трансляции. Для вас эту игру прокомментировал Виталий Мазаев. Огромное всем спасибо. И увидимся уже послезавтра, 17 апреля, на втором матче полуфинальной серии. А завтра следим внимательно за событиями в Казани, где в борьбу за выход в финал вступает казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». На этом все. 3-2 победа «Динамо». Надеемся, что матч послезавтра будет такой же красочный, яркий, напряженный и динамичный. Всем спасибо, будьте здоровы, друзья, и увидимся на волейболе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казани. Добро пожаловать в Казани. Добро пожаловать в Казани.